А здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! У нас продолжается и одновременно заканчивается третий сезон по Золотому Колосу. Для меня он вот довольно быстро-таки прошел и продуктивно, и интересно, и все такое. Короче, всем, друзья, приятного просмотра. Погнали работать, разбираться, что у нас да как. Во-первых, друзья, посмотрите, какой у нас уже вырос лес. Выглядит довольно-таки симпатично и прям даже не знаю. С одной стороны, не хочется его пилить, но мы его спилим. Будет это, правда, в следующем сезоне уже, когда все деревья вырастут до своей максимальной высоты. Сейчас это не максимальная стадия роста, может быть, даже и не предпоследняя, я точно не помню. Я уже запомнил, как они точно должны выглядеть, поэтому все, меня не обманете. Также, друзья, у нас созрели наши поля, и за сегодня по-хорошему надо их будет убрать. С этим урожаем мы ничего делать не будем, он просто будет лежать на складе. На 4, 5, 6, 7 и 11 полях у нас растет соя, кукуруза растет 8, 9, 10 на большом поле, ячмей на 19 и 21, 22 у нас растет пшеничка. Сейчас, увы, идет дождь, и он не обломал всю уборку, хотя уже вот солнышко справа горит в прогнозе погоды. Так что, может быть, скоро можно будет запустить это все дело. Но, друзья, так как у нас конец сезона, сегодня мы будем избавляться от всех наших урожаев. Ну, точнее, почти от всех. Что это такое здесь лежит? Ух ты, первый раз вижу вообще. Первый раз обратил внимание. Даже какой-то мусор на карте лежит. Прикольно. И так как, друзья, у нас на следующий сезон запланированы большие покупки, а следующий сезон у нас будет посвящен животным полностью, ну и не только, но в первую очередь животным, то, в общем-то, есть чем нам позаниматься, нужно продать урожай и заработать денег. Итого, что нам надо продать? Погнали смотреть. По заводам. Во-первых, маслоэкстракционный завод. В прошлый раз мы его запустили, он уже свое отработал, он молодец. Ну и на складе у нас лежит 380 кубов льняного масла, фасованное масло, это подсолнечное, 129 кубов, 139 рапсового. Мы все это дело продаем. Жмых лузгу пока здесь хватает вместимости, я трогать не буду. Там, возможно, на следующий сезон они нам понадобятся, потому что будем запускать всякие кормосмесители, а они делаются как раз вот из этого всего дела. Далее мебельная фабрика. Есть у нас 270 кубов мебели, и от нее тоже можно избавляться. От бруса я пока избавляться не буду, потому что этот брус, по сути дела, тоже пойдет на производство мебели. Хотя, хрен его знает тут по пропорциям. Короче, когда мы займемся мебельной фабрикой в следующем сезоне, я там постараюсь как-то подрегулировать, чтобы бруса, щепы, в общем-то, буду играться вот с этими вот лесопилкой, щеподробителем, включать, чтобы в нужных пропорциях у нас сделалась мебель, чтобы минимум бруса было. Но это, друзья, в следующий раз. В смысле, в следующем сезоне вообще, не скоро будет. Мельница, друзья, у нас продолжает работать, пока что она не сделала все. И тут еще пару часов, кстати, мукомольной линии работать. И фасовочной тоже еще потом сверху. 66 кубов. Скорость переработки у нас 35 кубов в час мукомольной линии, 28 фасовочной. Короче, тут еще работает. Это тоже с прошлого раза. Но, с другой стороны, здесь есть пшеничная фасованная мука, от которой уже можно избавляться. И одна поездка крупы кукурузной, тоже можно ее выполнить, продать. Оно нам не надо. Есть у нас также еще сахарный завод, который работает. Тут еще миллион свеклы остался. Но он, скорее всего, до следующего сезона должен будет переработаться. Сахар тоже пускай делается. Жмыха здесь до хрена. В принципе, чуть-чуть можно будет вывести. Сахара здесь немного, 78 кубов. Потом покажу, почему. Этот сахар мы трогать не будем. И, друзья, еще есть у нас ткацкая фабрика, которая уже сделала 123 куба ткани. В принципе, 100 кубов ткани можно продать. Лишним не будет. Перерабатывается все крайне медленно. Я там немножко еще успел закинуть в конце прошлого дня. Ткацкая фабрика работает у нас только днем с 10 до 9 вечера. С 10 утра до 9 вечера. Поэтому ткань мы оставим на следующий сезон. Плюс еще в следующем сезоне у нас, скорее всего, овечки появятся. Будут давать нам пряжу. Поэтому будем развлекаться. И по заводам все. Еще остаются у нас, друзья, теплички. На восточном тепличном комплексе у нас нет ничего. Потому что я, друзья, все перевез на северный тепличный комплекс. Было свободное время. Также сюда я скинул 800 кубов сахара. Потому что все это дело, и сахар, и клубнику мы будем продавать на молочный завод. Вот он здесь находится. И на этот самый молочный завод намного ближе ездить с северных тепличек. Вот так вот. Чем с сахарного завода. Хрен пойми откуда. Плюс сахарный завод у нас с 9 часов только открывается. Правда, уже 9 он открылся. Ну и плюс восточный тепличный комплекс, в общем-то, ближе ездит с северного. Поэтому я все это поскидывал туда. Пока было время. Тут, в принципе, самая большая такая продажа будет. Потому что, по факту, 2,5 миллиона литров надо будет перевезти именно по этому маршруту. Все остальное это, ну, такое. Ну и, друзья, надо заработать денег. Потому что, во-первых, у нас взят кредит. 265 тысяч кредиты. Надо это все дело отбивать. Я думаю, это, в принципе, не проблема. Денег мы сегодня заработаем прилично. Техники, которые у нас будут этим заниматься, в принципе, прилично хватает. Поэтому погнали, в общем-то, запускать всех в работу. Первые, друзья, кто у нас поедет работать, это будет вот этот вот товарищ Урал. Ему надо сделать одну поездку, продать кукурузную крупу с мельницы. Во-первых, давайте посмотрим, где у нас эта самая кукурузная крупа продается. На ЖД-станции самое дорого, но туда... Хотя, вообще, на самом деле, насчет самодорого смотреть смысла нету. Там всего 9 кубов. Поэтому давайте мы отвезем на самое дешево. Потому что туда ближе всего ехать. И, соответственно, он быстрее всего это отвезет. ЖД-станция, бокс номер 4. Выставляем этому товарищу автодрайв. Мельница, товар, загрузка. ЖД-бокс номер 4. Забирать кукурузную крупу. Одна поездка. И, в принципе, можно его отправлять. Единственное, только надо, друзья, сделать ему автогруз на выгрузку. Потому что с выгрузкой иногда бывают проблемы. Крупа кукурузная. Адресат. ЖД-станция, бокс номер 4. Один раз ему надо будет выполнить. Можно побольше поставить ему здесь вот этот вот радиус поиска. Принять. Он, в общем-то, это выполнит и вернется обратно на базу. Следующего мы отправим нашего вот этого трактора. И знаете, чем он будет заниматься? Он отвезет семена, которые у нас остались. Как правило, мы избавляемся от семян. Их, в принципе-то, у нас немного. Потому что я это все дело подгонял под наш посев. И тут везде осталось меньше 12 кубов. То есть все четенько. Ему по одной поездке нужно каждого сорта будет сделать. Из того, что мы сеяли на последних двух посевных. Пшеница, ячмень, канола, соя, кукуруза, рожь и лен. Семь поездок всего. Довольно-таки миленько. Выставляем ему здесь семь поездок. Выставляем ему автодрайв. Ну и, разумеется, нужно еще выставить весь автогруз. Вот это уже будет более геморройное занятие. Автогруз только на загрузку. И вот у него есть семь заданий. Семь разных заданий. Все выполняется по одному разу. То есть семена один разик загружается и все будет нормально. Я вот единственное, знаете, друзья, не помню, как он отсюда выезжает и проезжает ли он через триггер. Он, возможно, проезжает. Поэтому на всякий случай мы его сами выведем мимо триггера и он оттуда поедет. Топлива ему вроде как должно хватать сейчас на эти поездки. Если поедет заправляться, счетчик вот этот сбивается. Это не очень хорошая идея. Короче, отправляем его на семена прот. На семена загрузка, да, меняем. И, короче, он тоже поедет, продаст все семена. У него все будет нормалды. Ну и далее, друзья, выставляем в работу наших вот этих вот пацанов. Клубнику и сахар, которые последние, самые близкие, мы будем продавать в самую последнюю очередь. Поэтому сначала разберемся со всеми заводами. Можно начать, например, с маслоэкстракционного завода. Тут довольно-таки много у нас товаров. Немное фасованное и рапсовое масло. Куда вообще все это дело у нас продается? И сколько? Тут на самом деле придется ездить в разные точки, что не есть хорошо. И, видимо, надо брать мне блокнотик и сейчас расписывать план. Чтобы не запутаться. С продажей большой именно товаров, готовых, которые не используются как ресурсы, всегда немного геморройно. С другой стороны, у нас сейчас уже полдесятого, через полчаса все это дело обновится. Может и будет что-то по-другому. Но ладно, это потом. Мы по факту действуем. Начнем мы, друзья, с рапсового масла. Оно у нас одно из самых дорогих. И на ЖД-станцию бокс номер 10 можно отвезти его все. Или на ЖД-станцию бокс номер 4, но там... Сколько у нас кукуруза поехала? 9500. В принципе, можно и так сделать. Нет, давайте на ЖД-станцию бокс номер... Или нет? Нет, давайте, да, на четвертую, чтобы все было четко у нас. Оно туда как раз все влезет. Как раз выгрузил крупа кукурузная. Семена вон выгрузились, все нормально. Давайте-ка обновим вот это вот дело. 139,413 туда влазит. У нас вот 139,809. Ну, последний литр можно будет скинуть в другое место, ладно. И эти 140 кубов, это по сути дела три поездки для нашего вот этого мана, который имеет общую вместимость в 48 кубов. Это причем ровно три поездки. Там второй раз он поедет практически загружен. Давайте-ка его выведем, во-первых, вот сюда. Он у нас отсюда будет стартовать. Едешь ты у нас, значится, на маслоэкстракционный завод, на склад загрузка. А выгружаешься на ЖД станция бокс номер 10. Едешь ты четыре раза и возишь ты рапсовое масло. Вот так вот. Нажимаем на кнопочку отправить. Он уезжает, как только доделает, вернется на базу. Он будет молодцом. Так что с рапсовым маслом мы разобрались. Он поехал, он все сделает. Он будет классным пацаном, да. Далее, друзья, знаете что? Подсолнечное масло. На подсолнечное масло мы отправим G-CB. Фасованное подсолнечное масло, оно меньше по размеру. И подсолнечного масла меньше по размеру. Как-то так я придумал это, да. Опять-таки выставляем его на стартовую прямую. Говорим ему съездить четыре раза. И съездить ему с масляного завода склад загрузка на... А, мы даже не посмотрели, куда мы его повезем. На фасованное масло. А вот тут, кстати, другие точки. И это хорошо. ЖД-станция бокс номер 5. Сюда влезет все. У нас там 130 кубов всего лишь этого самого подсолнечного масла. Поэтому отправим его туда. ЖД-бокс номер 5. Ставим здесь фасованное масло. Четыре поездки. Давай, все, вези. Ты будешь молодцом. Друзья, четыре поездки этого самого масла. Это... Опаньки, сейчас может быть тут ДТП. Но нет, все обошлось. Так вот, четыре поездки. Это будет 120 кубов. А у нас всего лежит 130. Потому что у нас уже вернулся на базу. Или возвращается в процессе сейчас... А вот он. Как раз только что вернулся Урал. Который отвез эту самую кукурузную. Ему одну поездку сейчас можно будет сделать. Дабы помочь Джесси Бишке отвезти маслицы. Да. Фасованное масло. Во. Маслозавод. ЖД-бокс номер 5. Фасованное масло. Одна поездка тоже тебе, друг. Поэтому давай, едь. Автогруза ему на выгрузку тоже забубенил. Этот справится. С масляного завода у нас остается еще льняное масло. Там 380 кубов. Цифра не очень красивая на самом деле. Но что поделать. У нас остается еще вот такой вот большой контейнер. Мы его сейчас тоже выставляем. И давайте посмотрим по льняному маслу. В первую очередь по цене. Самая большая цена у нас на порт бокс номер 3. Туда можно съездить целых два раза. Отвезти туда 120 кубов. Давайте с этого наверное и начнем. Склад загрузка. Порт бокс номер 3. Льняное масло. В общем-то две поездки ему съездить туда. Отправляем. И пускай тоже катается, друзья. В 10 часов я думаю, что у нас уже вот это вот все дело отвезется. Вот эти две поездки. Ну и посмотрим там по обновленному ценнику. По обновленной там всей вот этой вот катавасии. Чудо как. В общем-то, друзья, мы везем последнюю партию льняного масла. Это вообще последнее, что делалось. Его было самое много. И возить надо было в разные точки. В общем-то, продаем. И на балансе у нас уже 2 миллиона 132 тысячи. Этого товарища можно пока что заглушить. И наверное кредит имеет смысл отдать, да? Приятно на самом деле видеть положительный баланс. Особенно не самый маленький. Так это мы только еще от масла избавились. Я кстати еще параллельно запустил товарища, который возит грунт. Я в 6 утра купил миллион литров грунта. Весь что был. Сразу же весь скупил. И в 2 часа будет новый завоз. Поэтому его купим, отвезем. И все теплицы будут с грунтом. На следующую посевную тоже все будет хорошо. Также, друзья, в 10 часов утра у нас запустилась обратно ткацкая фабрика. Она открылась, работает. В общем-то, отсюда я предлагаю увезти ткань. 120 кубов, я думаю, будет вполне нормально. А также, друзья, мебель. 270 кубов мебели мы тоже продадим. И поэтому давайте посмотрим, куда все это дело и за сколько можно сплавить. Ткань, кстати, стоит довольно-таки дорого. Можно отвезти, например, в порт бокс номер 6. Причем сплавить ее сразу же всю. Дом быта Загорский. А мебель всю можно отвезти на универмаг. И замечательно. Далее вот этот товарищ у нас возит мебель. Ему нужно сделать 2 поездки и отвезти мебель на универмаг. У него, в принципе, все должно получиться, если я все правильно сделал. Так что все должно быть нормально. Мебель он загружает, здесь все четко. Вот этот товарищ, он ездит у нас, возит ткань. Я его только что отправил. 4 поездки ему надо сделать с ткацкой фабрики. У нас там всего лишь 120 кубов этой самой ткани. Мебели 270 кубов у нас лежит. 4 поездки ткани и должен будет заработать нам 570 или 580 тысяч примерно. Ну и в конце концов вот этот товарищ, который тоже у нас возит мебель. Тоже в универмаг. Ему 3 поездки надо сделать. Чуть больше, чем другому ману. Он отвозит 180 кубов. Ман отвозит еще 90. И то год 270 как раз все четенько получается. Все это дело в сумме нам должно примерно 1.100.000 привезти. И поэтому, скорее всего, будет около 3.000.000 баланса, когда мы встретимся в следующий раз, когда они все это дело привезут. Так что как-то так, пускай катаются, я пойду что-нибудь сделаю себе похавать вкусненькое и похаваю. Да. Ну и вот, друзья, вроде как у нас все. А нет, вру, не все. Едет у нас сейчас, во-первых, ман. Давайте его перехватим. Последнюю мебель везет. А также Урал Бортовой. Там сейчас ткань последнюю выгрузит. И на этом перевозка с этих двух предприятий у нас будет закончена. Давайте-ка выгружаемся. Ткань падла вообще дорогая. И когда вот выгружался ман, который вез 48 кубов, я, да, немножко потом это все дело менял, чтобы быстрее было. А вот, кстати, и Урал Бортовой приехал, тоже выгружается. Красавчик. Вот с Урала 165.000. Понятно, оно сбилось, не обращайте внимания. Короче, в любом случае там цифры были большие. С Урала там 230.000. Что-то такое прилетало. Не с Урала, а с мана, который 48 кубов вез. Короче, да, как я и говорил, будет около 3 миллионов. Так оно и получилось. И осталось, друзья, нам продать только все с тепличек, а также с мельницы. Но мельница, друзья, еще свою работу не закончила. Увы. И дождь еще свою работу не закончил. Падла, я не могу приступить к уборке урожая. Это хорошо, что у нас третий день. И по сути дела, если мы уберем его позже, ничего страшного. Посев все равно завтра утром только будет. Но заводики, мебельная фабрика, нет, не мебельная фабрика. На мебельной фабрике ничего не осталось. Все хорошо. На ткацкой фабрике 10 кубов она продолжает работать. В общем-то, скорее всего, в конце следующего сезона только мы будем тут что-то продавать. Или когда она закончится, я уже не буду больше упарываться сухой соломой льна или хлопком. Не хочется мне. Хотя, посмотрим. Но мельница, да. Самое интересное, мельница. 90 кубов еще ржи здесь осталось. Это, в общем-то, тоже надолго. Ну и потом ее еще раз фасовать. Ну, поэтому поедем продавать то, что у нас на тепличках. И я тут пока что, пока было время, посчитал. Там всего лишь 2,5 миллиона литров товаров. И все это дело у нас сделается за 17 поездок. Всех четверых. Один поедет 16 поездок, а все остальные поедут по 17. Я, в общем-то, даже уже знаю, как это все дело распределить. Начнем, давайте, вот с этого вот мана прекрасного. Ты у нас едешь, забираешь товар, склад, загрузка на СТК. Ну и на молочный завод мы это все вывозим. Здесь может стоять все, что угодно. Для того, что для такого количества надо делать автогруз обязательно. Вот этот вот контейнер мы делаем автогруз. Делаем задание. Загрузить из склада. Во-первых, нам надо отвезти клубнику. Он единственный, кто поедет 12 раз будет возить клубнику. Все остальные по 11. С СТК товарного склада количество выполнений ставим 12. Это у нас готово. А также добавляем ему задание на сахар. После того, как он отвезет клубнику, он начнет возить сахар. Тоже со СТК товарный склад. Сахар ему нужно будет отвезти 5 раз. Тут, в общем-то, все у нас понятно. Жалко, здесь нельзя поставить 17 поездок, чтобы он потом на базу вернулся. Только 9 максимум. Поэтому, когда это все дело будет заканчиваться, надо будет за этим следить. В общем-то, этот товарищ поехал. У него все будет нормально. Давайте другого товарища какой-нибудь найдем. Например, вот этого. С ним будет не все так просто, потому что надо делать все автогруз. Не только на... Да, сначала же надо вот это вот сделать. Да. То же самое. С сахарного завода. Ага, с сахарного завода, конечно. С теплиц, северных теплиц и склад загрузка. И на молочный завод склад выгрузка. Пускай откроется ткань, потому что мы делаем автогруз. Этот товарищ у нас будет 6 раз. Этот товарищ у нас 11 раз будет загружать клубнику с стыка товарного склада. А также 6 раз ему нужно будет загрузить сахар. Того же самого стыка товарного склада. 6 раз. Бздынь, бздынь. И можно радиус поиска тоже повысить. Также, друзья, надо на прицеп то же самое сделать. Загружаем из склада клубничку. Степличек 11 раз. И загружаем сахар 6 раз. С этим, в общем-то, у нас тоже все понятно. Этого товарища можно отправлять в работу. Давай и едь, развлекайся. Следующие друзья у нас поедет Урал. Он тоже будет помогать это все делать. В автодрайве ему ставим то же самое. Склад загрузка и молочный завод склад выгрузка. А вот в автогрузе надо будет побольше всякого наделать. Потому что выгрузку ему тоже надо там ставить. Во-первых, ты забираешь у нас 11 раз клубнику с стыка. А также 6 раз сахар. Тоже забираешь со стыка. Тут все понятно. На выгрузку то же самое мы делаем. 11 раз ему надо будет выгрузить клубнику. И 6 раз ему надо будет выгрузить сахар. Тут, в общем-то, тоже у нас все просто. Пускай товарищ едет и работает. У него все получится. И последний товарищ. Вон, кстати, все у них загружается. Все у них прекрасно. Ну и жалуются на то, что не может загрузить сахар. Это тоже нормально. Последний товарищ, который у нас тоже еще поедет работать, это будет наш контейнер. Маленький. Ему меньше всего раз надо будет съесть. Поэтому я его отправляю последним. Тут абсолютно то же самое в автодрайве, а в этом самом. В автогрузе самый геморрой. Его, конечно, здесь найти. Этот самый контейнер. Ну и судя по карте, это должен быть вот этот. Он у нас загружает из склада клубничку 5 раз. Вру. 11. 11 раз он загружает клубничку. И 5 раз, друзья, он у нас загружает сахар. Тут, в общем-то, тоже все просто. И отправляем его в работу. Давай, погнал. Все у нас погнали работать. В принципе, можно прикинуть, что у нас будет по деньгам. Примерно. Если они, конечно, не будут проседать. Во-первых, на молочном заводе клубника. Стоит она 3132 за куб. И всего у нас 1700 кубов. 5 миллионов 324 тысячи мы получим за клубнику. В теории. А если посмотрим сахар. Сахар, кстати, тоже не самое дешевое удовольствие. Сахар, кстати, мы возим на молочный завод. И это самая низкая цена. Может быть, на хлебокомбинат имело бы смысл его возить. Но ладно. На самом деле, время, деньги и все такое. Короче, 1588. Будем считать, что мы его продаем. И всего продаем 800 кубов. Это миллион 270. То есть, всего степлиц мы должны заработать 6,5 мультов. То есть, всего после этих продаж у нас на балансе должно будет быть 9,5 миллионов денег. Я надеюсь, что я все правильно посчитал. Что ценники не будут хорохориться и ерепениться. Только если они начнут расти. И все будет прекрасно. Ну, кстати, первая клубничка у нас уже пошла на продажу. Прекрасно. В общем-то, пускай эти ребята тоже работают. А я пойду заниматься своими делами. От меня тут ничего не требуется. Я думаю, что у них уйдет около часа на все это дело. Может быть, даже чуть побольше. Ну, сейчас 11.23. Посмотрим, когда они все это дело закончатся. Хотя я, может быть, забуду к тому времени о том, что я даже пытался посчитать это все дело. Но неважно. Пускай катаются. Он с клубнички уже 187 тысяч привалило. Пускай ездит. А мы встретимся, когда они все это дело продадут. Ну и, значит, друзья, у нас прошел далеко не час. Прошло 2.5 часа. Дождь идет до сих пор. Он меня уже просто вот достал. Насколько это возможно. У нас, в общем-то, все продалось. Почти. Последний вот грузовик МАН сейчас везет. И там еще сзади где-то должен быть Урал с последней партией с двумя кубами. Сейчас они тут тоже приедут. Они вместе на пару разгрузятся. Да, Урал вон едет сзади. Уже вижу. Эти чуваки, в общем-то, должны сейчас здесь разгрузиться. И имеем то, что имеем. 9,5 миллионов я говорил, что будет. На самом деле оказалось чутка меньше. А все, друзья, потому что в 12 часов дня списали деньги за амортизацию недвижимости. 217, мать его, тысяч денег. Доходы от продажи урожая. Это у нас клубничка, как обычно, 5 с копейками миллионов. Тут все стандартно. Ну и доходы от продажи продукции у нас 4,5 миллиона денег за сегодня. Нормально. И плюс еще сейчас это все выгружается. Оно там надбавится чуть-чуть. В любом случае 4,5 миллиона, да. Эти ребята у нас сейчас едут на парковку. И у нас осталась только мельница наша. Погнали тогда разберемся с ней. Что там да как. На базу погнали посмотрим. Там же все стоят, наверное. Да, двое уже сюда приехали на мойку. Двое сейчас еще поедут. Они как-то так по парам разбились, интересно. Не знаю почему. Ну, по скорости, в общем-то, да. Значит, мельница. Мельница, на самом деле, минуту назад буквально прекратила свою работу. И сейчас у нас только фасовка осталась. 60 кубов. Это примерно часа на 2-2,5. Тоже, в принципе, надолго. Но, по крайней мере, у нас есть 429 кубов пшеничной фасованной муки. Давайте мы сначала займемся вывозом именно ее. Ее в большом количестве можно отвезти на хлебокомбинат номер 3. Хотя, с другой стороны, можно даже и повозить ее на другие какие-то места, на же дистанцию, в порт подороже продать. Почему бы, собственно, и нет. Давайте вот 3 раза вот эту вот GCB-шку отправим ее съездить в порт-бокс номер 8. Там это все недешево продается. 3 поездки, мука пшеничная фасованная, порт-бокс номер 8. Этого товарища мы отправляем. Съездит, вернется сюда. Будем смотреть дальше, что да как. Вот этого товарища, который манн, по 60 кубов он может возить. Что у нас там по ценам? 205 кубов можно продать на пекарню Колобок, на же дистанцию, бокс номер 13. На самом деле, я особо смысла не вижу вот сюда ехать ради пару тысяч. Ну ладно, давайте съездим, все равно мы никуда не торопимся. Так вот, пекарня Колобок, жд-станция, бокс номер 13. Отправим его именно туда. На 3 поездки его опять-таки отправляем. Он поехал, у него тоже все будет хорошо. И, друзья, еще у нас есть манн, который не хочет мыться в открытом состоянии. Надо ему закрывать вот эти вот тенты, я не знаю, как это правильно называется. Ну да, тенты. Короче, все ребята у нас из 430 кубов вывезут в сумме 90 и 180. 270 они вывезут вдвоем. Остается 160. Это, в принципе, 3 поездки, например, на хлебокомбинат для вот этого вот товарища. Поэтому давайте его туда же и отправим. Товарищ пошел работать, у него тоже все будет нормально. Остается, друзья, еще, по-моему, 16 кубов, которые мы не распределили. И эти 16 кубов у нас повезет, конечно же, Урал. Плюс там есть место, куда можно задорого вывезти 30 кубов. Поэтому две поездочки ему ставим, во-первых. Во-вторых, ЖД-бокс номер 4. Именно туда можно 30 кубов отвезти. Хотя, на самом деле, через 5 минут-то это все дело обновится. И, может быть, получится все наоборот. Но пока так. И ему нужен, друзья, конечно же, автогруз. На выгрузку. Загрузиться он сам может прекрасно. А вот выгрузиться у него постоянно будут проблемы. Два раза ему надо выгрузиться. Два раза ему надо съездить. И мы его тоже отправляем. Также, друзья, у нас параллельно катается парниша, который грунт обогащенно вывозит. Он уже примерно полтеплицы вывез. Ему это тоже, в принципе, еще надолго. Пускай катается. Я даже на него внимания обращать не буду. А мы, друзья, ждем, пока у нас еще вывезется вся мука. 9300 у нас на балансе. И 2 часа дня посмотрим, как быстро они это сделают. И сколько денег мы на этом заработаем. Ну вот, друзья, и все. Последняя партия муки сейчас вот приезжает, разгружается на хлеб-завод. Именно уже ржаной муки. Мне пришлось немножко времени мотнуть. Но там не особо много. Может, час где-то промотался. Короче, ман, вот этот контейнер, сейчас разгружается, едет на базу. И сзади еще ман-универсал с прицепом. Должен где-то ехать. Им, на самом деле, тяжеловато здесь по городу петлять. Узенькие вот эти вот дорожки. 90-градусный поворот. Поэтому они там едут прям вообще медленно. Короче, ждем сейчас, пока это дело разгрузится. Вот этот товарищ уже поехал на мойку. У него все хорошо. Также еще ездит у нас еще один ман. Я, друзья, в 2 часа дня купил грунта. Еще 400 кубов в садовом центре. Еще 46 осталось. Ему, в общем-то, тоже одну ходку осталось сделать. И он тоже поедет отдыхать. Дождь у нас, кстати, закончился примерно минут 15 назад только. Точнее, солнышко появилось уже где-то примерно в полтретьего. Но анимация дождя еще вот была долгое время. Хотя убирать поле уже можно было. Но я, друзья, знаете, что подумал. Мы сейчас этого всего делать не будем. А проведем стремец, где будет такая вот большая уборка. Тем более, эта уборка никак на сегодняшнюю серию не повлияет. Он, кстати, и ман приехал. Разгружается. Я тут что-то на крыше гуляю. Я вообще люблю крыши. Там какая-то своя романтика есть. Сидеть на крыше и так далее, да. Так вот, что я говорил? Я говорил, что мы проведем стремец. На самом деле, стремец уже был. И был он аж 19 марта. То есть, прям давно это было, да? Ну, для спонсоров, конечно, вряд ли давно. Потому что они эту серию посмотрели. Опаньки, а здесь монеточка где-то даже есть. Мне кажется, я даже предполагаю, где. Да, я угадал. Еще 66 осталось найти. Так вот, друзья, уборкой мы займемся на стриме. В следующей серии, уже в следующем сезоне, мы пойдем тратить эти деньги. Чтоб на стриме, друзья, не палиться о балансе, скажем так. А то, может быть, вопросы будут какие-то. Я сейчас 10 миллионов положу в банк. В следующей серии я их добавлю на счет обратно. Просто, знаете, чтобы на стриме у меня не спрашивали, что тут у тебя 10,5 миллионов, а ты какой-то херней занимаешься. И на что ты будешь их тратить? Не люблю я такие вопросы. Разберемся мы, на что их потратить в следующий раз. Я-то уже знаю. И, возможно, кстати, потратим прям на все сразу. Если, друзья, кому-то интересно, можно посмотреть статистику вообще, что у нас уже в этой карьере прошло. За сегодня, за сегодня, товарищи на автодрайве намотали 800 километров за сегодняшнюю серию. И потратили 920 литров топлива. И еще 33 километра это я сам намотал, что-то помогал там им возить и так далее. 5 часов 40 минут я эту серию записываю уже. Всего в этой карьере мы намотали на одном автодрайве почти 20 тысяч километров. И сам я ручками намотал 3316 километров. И плюс еще курс плей сколько-то наездил. Курс плей здесь не учитывается в этой статистике. Потрачено было 79 тысяч литров топлива примерно. Ну, чуть меньше. Не важно. На все про все у нас ушло 534 часа с копейками. 609 контрактов было выполнено, но в последнее время я не сильно часто их делаю. С деревьями, в общем-то, тоже все понятно. 1300 тюков у нас было сделано. Это не считая контрактных. Когда мы выполняли контракты на тюковку, расход удобрений 1 миллион литров. Честно говоря, вряд ли самолетик здесь учитывается. Это, скорее всего, была известь. Раз в три посева то, что мы посыпаем известь. Потому что я очень-очень редко, когда обычными удобрениями посыпал поля. Пару раз такое было, но пару раз, да. Ну и семян потрачено 383 тысячи литров. Это же охренеть какие. Интересно, вот сколько всего собрано урожая в литрах. Но об этом мы не узнаем. Ну, а по поводу обработанных площадей. 2700 гектаров было обработано и все такое. Это все очень-очень интересно, да. Выглянуло у нас, друзья, солнышко. 4 часа вечера. В общем-то, будет у нас стремец. Точнее, да. Как я уже говорил, он уже был. Убираем все поля. Поболтаем и все такое прочее. А в следующей серии мы начнем уже с утра. Следующего игрового дня. К этому времени поля будут убраны. Поля будут готовы полностью к посеву. То есть, закультивированы где надо. Где надо будет спаханы. Потому что у нас кукурузка растет. Известью я тоже все посыплю. Удобряю как минимум один раз. Если успею. Может получиться так даже, что и не успею я нихренашеньки. Потому что самолет до 7 часов вечера всего работает. И с 7 утра. За 2 часа вряд ли я все поля поубираю. Ну ладно, это все не важно. Удобрениями разберемся. Удобрять можно еще и после посева. Там много раз, когда это можно делать. Это все не важно. И в общем-то, в следующий раз мы начнем уже. Я накину обратно баланс. И следующий сезон у нас будет посвящен животным. И еще кое-чему. Не скажу чему. Поэтому смотрите в общем-то сами. Ну и на этом у меня все. Пишите ваши комментарии по поводу того, что у нас было в этом сезоне. Интересно ли получилось или не интересно. Да и вообще пишите ваши комментарии. Хоть что-нибудь мне интересно читать. Все. Лайкусики не забывайте. Опять-таки, почти 6 часов записывалась эта серия гребаная. Еще столько же ее монтировать буду. Чтобы вам 20-минутный ролик выкатить. Если друзья хотите смотреть серии заранее. Скорее всего 4 сезон уже отснят на момент выхода этой серии. То дешевенькая спонсорка вам в помощь. Тем, кто уже это сделал. Все. Спасибо вам за поддержку огромнейшее. Еще в следующем сезоне пилить будем. Е-мое. И с заводами развлекаться. Правда с заводами у меня отдельный план. Может он не всем понравится. Но я считаю он самый правильный. На этом в общем-то все. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok